МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей Навальный прекратил голодовку. С социальной пакетой Владимира Путина президент России обещал открыть кубышку. Дипломатическая война между Москвой и Прагой. Зачем Александр Лукашенко опять приехал в Россию? Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 17-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Мой гость политики и историк Владимир Рыжков. Владимир, здравствуйте. Ваши свежие впечатления? Вы 10 часов провели за решеткой. И вчера был суд. Вам 20 тысяч штрафа за нарушение закона. Что вы нарушили и что вы почувствовали после того, как побыли в роли подсудимого и человека, который был в застенках? Вся история была совершенно для меня неожиданной. Я не мог предполагать, что такое со мной может произойти. Меня привезли старший уполномоченный в УВД хамовники для дачи пояснений. Я дал пояснение, что не являюсь организатором митинга и призывов участвовать не размещал. Он зафиксировал. Я думал, что сейчас я отправлюсь по делам. Вместо этого меня перевели в соседнее помещение, где на меня оформили протокол об административном правонарушении, вменяя мне статью 20, часть 2, пункт 2 административного кодекса. Это организации призыва к несанкционированной акции. После чего я вызвал адвоката. После чего я был направлен в каменный мешок метр 20 на 4 метра, холодный, без окон, с тусклой лампой и провел там 5 часов. В 8 часов вечера меня выпустили под подписку, что я явлюсь на следующий день в хамовнический суд. Я явился. Рассмотрение было 2 часа, после чего судья приняла решение, что я виновен в организации акции и в призывам к ней и назначила мне штраф 20 тысяч. Все эти обвинения абсолютно несостоятельны, потому что, во-первых, я сделал перепост новости «Эхо Москвы». Во-вторых, в моем ретвите не содержится признаков призыва. Призыв — это побуждение к действию. Никакого побуждения к действию в моем ретвите нет. В-третьих, я не являюсь организатором, потому что я не объявлял об акции, я не руководил ее подготовкой, не осуществлял никаких действий по организации. И более того, в 2018-го, когда вышла новость, и я сделал ретвит, я не мог знать, что акция будет несанкционированной. А в протоколе написано, Рыжков, заранее зная, что акцию не согласуют, совершил действие. Как я мог заранее знать, что ее не согласуют. Поэтому это все абсолютно неправовая, необоснованная ситуация. И я буду обжаловать это в Мосгорсуде. И если там не получу удовлетворение, в Европейском суде по правам человека. Об этом мы поговорим поподробнее. А сейчас посмотрим сюжет нашего корреспондента Артема Радыгина о том, как проходили акции 22 апреля по всей России, в том числе Москве и Питере. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 19-3 будет. Не препятствуем действия сотрудникам полиции. Расходимся. Внимание, пешеходы. Расходим на тротуар. Прокиньте проезжающие. Проходите. 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 Не управлены. На ваш взгляд, почему 22 апреля тысячи и тысячи людей вышли на протесты в Москве и позиция властей была мягкая, если не сказать, вегетарианская по отношению к активистам? Почему не били, не ломали черепа и не было крови? Чем вы это объясняли? Я это объясняю тем, что, если вы посмотрите географию протестов и географию насилия и арестов, вы увидите очень разную картину в разных регионах. Самая контрастная картина Москва и Санкт-Петербург. Москва 20 задержанных, в Санкт-Петербурге почти 900 задержанных. Это объясняется позицией губернатора того или иного региона и его политическим весом. Политический вес Сергея Собянина, по всей видимости, настолько высок, что он имеет возможность влиять на ситуацию в городе. И, насколько я понимаю, Сергей Собянин стремится к тому, чтобы Москва имела образ цивилизованного европейского мегаполиса. И полагаю, что именно позиция мэрии Москвы в данном случае и договоренности мэрии Москвы с силовиками и личный политический вес Сергея Собянина привел к тому, что акция прошла мирно, как и положено по Конституции. Более того, я еще вспоминаю один случай, когда была очередная годовщина убийства Бориса Немцова, и около 10 тысяч людей, в том числе и я, возлагали цветы на место гибели Бориса. Не было никакой милиции. То есть шла огромная толпа людей с цветами, и не было ни одного задержанного. Как вам точка зрения, чтобы не было насилия на улицах Москвы, чтобы не омрачить картинку федерального послания Путина? Имеет ли это право на существование, точка зрения? Это глупая точка зрения, потому что насилие в Питере омрачило впечатление. Какая разница, где происходит насилие, если оно происходит, оно омрачает. Я все-таки думаю, что это особенность Москвы и особенность политического веса Сергея Собянина. Давайте послушаем депутата законодательного собрания Питера Максима Резника, который считает, что Санкт-Петербург был Путиным отдан на откуп Смольному. Родина Путина – КГБ. Еще раз говорю, что ситуация уже давно крутится вокруг Москвы, как картинки. Петербург, к сожалению, давно стал периферией во всех смыслах. И, может быть, единственное, что сегодня Петербург делает к столице, это столица протеста. И я думаю, что эти задержания отчасти вызваны тем, что петербуржцы долго не хотели расходиться и массово продолжали протестовать при помощи своего гуляния по центральным улицам Петербурга. Еще раз говорю, имея все возможности перекрыть центральные магистрали, не делая этого, и делая это абсолютно мирно. Это вызвало раздражение. Ну, я не думаю, что Путина лично, но, безусловно, это вызвало раздражение вот нашей конфузории Туфелек, который сидит в Смольном. Я считаю, что только два человека могли принять решение о столь жестоком подавлении мирного, абсолютно подчеркну, это еще раз мирного, абсолютно протеста. Это Беглов или Пикалев, человек, который стал известен Петербургу и всей России после фильма про Валдаи. Ну, скажем, хранитель массажного салона на Валдае в прошлом, а теперь вице-губернатор Петербурга, отвечающий взаимодействием, в том числе, с силовыми структурами. Я думаю, что только эти люди могли принять столь отвратительное, абсурдное и мерзкое решение. На ваш взгляд, акция, которая была преждевременной, потому что сторонники Алексея Навального не собрали полмиллиона подписчиков или сторонников в интернете, она удалась или это провал? Она, безусловно, удалась, потому что нельзя оценивать акции протеста численностью, точнее, только численностью. Численность была достаточно большая и самое важное, что содержание этой акции носило гуманитарный и моральный характер. Это не была акция по изменению политической системы, по какой-то политической реформе. Это акция во имя спасения конкретного человека. В этом смысле она, безусловно, абсолютно успешная. Она привлекла еще большее внимание к ситуации с Алексеем Навальным, которая сейчас критическая с точки зрения здоровья. И я ее оцениваю как абсолютно своевременная и успешная. Вот вы побывали 10 часов в полицейском участке. Я хочу поставить вопрос несколько иначе, может быть, с психологической точки зрения. Те люди, которые оформляли вам протокол задержания, это те люди, которые в январе тысячи и тысячи протоколов оформляли, лишь меняя место задержания и фамилии, штамповали их. Вот эти люди совершали преступление или нет? Во-первых, этим людям все равно. Все равно, кого и за что сожгать. Все равно, кого и за что. Они мне говорили, что они мечтают только об одном, чтобы не было много арестованных. И не потому, что они гуманисты, а потому, что это до ночи сидеть и работать. То есть для них это рутина, как тарелку помыть на кухне. Вот им все равно. Они говорят, мы на службе. Что касается, совершают ли они преступления, то с моей точки зрения, безусловно. Они это знают. Они это знают. Я спрашивал этих майоров. И майор, вы осознаете, что есть конституция, что есть конституционные права, что конституция имеет верховенство, что она имеет прямое действие. Они сказали, мы все это знаем, но мы на службе. То есть они отлично осознают, что они делают. Помните Сергея Довлатова цитату? Хороший человек это тот человек, который гадости делает без удовольствия. Они это делали с удовольствием? Они это делали абсолютно без удовольствия. У них нет никакой эйфории и радости от того, что им приходится осуждать невинных людей. Но это не исключает того, что в системе силовых структур есть и подлинные садисты. Их довольно много. Давайте мы посмотрим сюжет нашего коллеги Ивана Воронина о том, как власти накануне акции задерживали сторонников Навального. Это Любовь Соболь, Киру Ярмыш и других. Как им кажется, чтобы снизить градус протеста. Погромы штабов Навального неизвестными и поиски в их офисах якобы экстремистских листовок начались еще до того, как суд назначил первое заседание по делу о признании организации оппозиционера экстремистскими. А его сторонники объявили о митингах по всей стране. Задержания и аресты параллельно. Вы его задерживаете? Объясняйте, за что? Вот так за сутки до акции за Навального координатора его штаба в Кургане Алексея Шварца выводили из поликлиники в центре города. А потом увезли в отдел полиции на проспекте Конституции. Суд арестовал его на 30 суток за пост в телеграм-канале штаба о грядущей акции. Перевентивные задержания, аресты и погромы штабов перед митингами – дело привычное, рассказывают сторонники Навального. Мне пять часов незаконно удерживают в микроавтобусе. Вот на входе стоят сотрудники полиции. Это УВД Донской, я вижу, да. Это УВД Донской, печально известный, потому что волонтерка моего штаба не так давно здесь, по ее словам, душили пакетом, требуя пароля телефона. То есть какой-то полнейший беспредел происходил. Из московского отдела полиции политика «Любовь Соболь» отпустили уже после завершения акции 21 апреля. С протоколом о повторном нарушении закона о митингах, якобы сторонница Навального призывала к участию в акции в эфире «Эхо Москвы». Находящуюся под домашним арестом пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и вовсе арестовали на 10 суток. За публикацию в Твиттере, которой ведут другие люди, самой Ярмыш запрещено пользоваться интернетом. Но судья реально ввела процесс так, как будто она хочет разобраться, что происходит. СММщик штаба Навального Александр Шепелев рассказывает о суде над ним 22 апреля за неповиновение полицейскому. Днем ранее, во время акции за Навального, к нему домой пришли с обыском. По словам активиста, его больше получаса били по ребрам, в пах и по голове, положив сверху собачью лежанку. Почти все это время Шепелев лежал на полу. Сотрудники правоохранительных органов стояли у него на щиколотках и наступали ногами на челюсть и шею. От Шепелева требовали пароли ко всем гаджетам. Полиция признала применение силы, в том числе, я цитирую протокол, боевые приемы борьбы. Но версия событий все же другая. Мол, Шепелев вел себя агрессивно, толкался и угрожал неприятностями по службе. Снова цитата. На неоднократные требования прекратить свои противоправные действия не реагировал, стал вести себя более агрессивно, хватал за форму, пытался спровоцировать драку. Суд признал активиста виновным, оштрафовав на 2000 рублей. Вопрос имеет некие исторические аналогии, но вы историк, я попробую его задать корректно. Можно ли говорить, что Владимир Путин, Кремль и силовики окончательно приняли решение по Навальному, через суд, возможно, его организация ФБК объявит экстремистской, и тогда этот вопрос будет окончательно решен? Полагаю, что да. Полагаю, что принято решение окончательное. Суть этого решения заключается в том, чтобы навсегда исключить участие Алексея Навального в политике и участие Алексея Навального в борьбе за власть. Это решение принято. Но выводы из этого решения могут быть разные. Не думаю, что стоит цель убить его в тюрьме. Потому что в ином случае не стоит такая цель, потому что на днях к нему присылали главного невролога Владимирской области, главного уролога, лучшего в области специалиста по УЗИ. Было сделано полное обследование. Лечащие врачи Алексея Навального имеют на руках эти обследования. То есть цели убить нет. Цель исключить из политики. Это может быть сделано двумя способами. Первый способ это продолжать держать его за стенках, не давая ему умереть. Второй способ по гуманитарным соображениям позволить ему выехать на запад для продолжения лечения и восстановления здоровья при условии невозврата страну. То есть нечто подобное той договоренности, которая была по Михайлу Ходорковскому, когда его отпускали из тюрьмы. Вы верите, что Путин мог дать приказ на ликвидацию Навального, если прислушаться к Алексею Анатольевичу, то, что он лично обвинил в этом президента России и Байдена, который назвал Путина убийцей? Я предпочитаю не делать обвинений, если я не располагаю фактами. Но я верю, что за отравлением стояли российские спецслужбы. Была ли на то команда политического руководства страны или нет, я гадать не буду. Если суд признает ФБК экстремистской организацией, а миллионы людей, я думаю, донатили эту организацию, означает ли, что все эти люди, которые донатили, то есть они превращаются в экстремистов, и это есть объявление гражданской войны Владимиром Путином? Нет, по Конституции России вновь принятый закон, предусматривающий санкции, не может иметь обратную силу. Донат, сделанный за час до вступления закона в силу, не может быть криминализован. Но это означает иное. Это означает, что те жертвователи, которые будут после вступления в силу закона жертвовать, те граждане, которые будут делать перепосты материалов ФБК, те граждане, которые будут ставить лайки под этими материалами, они подпадают под уголовное преследование, как люди, поддерживающие экстремистскую организацию. И в этом смысле я, к сожалению, ожидаю тысячи новых политических процессов и тысячи новых политзаключенных. Тогда это означает... Это означает массовые репрессии. Это означает массовые репрессии. Это означает объявление гражданской войны своему собственному населению? Гражданская война – это отсутствие социального мира. Гражданская война – это ситуация, когда одна часть общества противостоит другой и нарушает ее права, либо государство подавляет какую-то часть общества и нарушает права. В этом смысле гражданская война у нас идет с 2003 года, с дела ЮКОСа, когда началось систематическое подавление конституционных прав и свобод граждан. Мы уже 18 лет находимся в состоянии гражданской войны, а после 2012 года, после Болотной и возвращения Путина в Кремль, эта гражданская война с каждым годом приобретает все больший масштаб. Что может остановить Путина не уничтожать Навального и его сторонников? Полагаю, что два фактора. Первое – это активная позиция гражданского общества, пусть и немногочисленного в нашей стране, что продемонстрировала акция протеста. И второе – это, конечно, солидарное давление мирового сообщества, требующего исполнять свои международные обязательства под угрозой санкций. Я думаю, что этот фактор тоже имеет очень большое значение. Не случайно я упомянул о возможности гуманитарной эвакуации. Я полагаю, что это было бы сейчас необходимо. Я не хочу, чтобы Алексей Навальный умер в тюрьме. Я не хочу, чтобы он страдал и страдала его семья. Я думаю, что самый лучший выход из ситуации – это гуманитарная эвакуация по медицинским показателям. На ваш взгляд, свойственно… Ровно, собственно говоря, то, что было сделано в омской ситуации. На ваш взгляд, свойственно вообще Путину какие-то эмпатии? Или это уже в глазах многих абсолютное зло, и его остановить невозможно? К сожалению, в последние годы я не вижу таких проявлений. И, к сожалению, я думаю, что… И, может быть, в случае с Ходорковским был элемент, потому что там умирала мама. Может быть, там был элемент какой-то эмпатии. Но он тогда уже отсидел около 10 лет. Да, ему оставалось полгода, по-моему, всего. Но, в целом, боюсь, что мы давно не видели проявления эмпатии. В чем феномен Алексея Навального, на ваш взгляд, что сегодня он стал политиком номер два, ну, по крайней мере, за пределами России? Я бы сказал, что его феномен состоит из двух частей. Первый – это, конечно, феноменальный талант политика, оратора, публикатора и расследователя. Феноменальный. Один из лучших в мире. И второе – это беспримерное мужество. Например, во мне нет и сотой доли того мужества, которое демонстрирует Алексей Навальный. Я не готов идти на сотую часть тех страданий, на которые он идет. И это делает его, конечно, фигурой мехологической, героической, совершенно ни с чем не сравнимой. Путина Байден назвал убийцей. Вообще, на ваш взгляд, президенту России уже все равно, кем его называют – Саддамом Хусейном, Бен Ладом. Главное, чтобы не смеялись над ним. То есть, он перешел ту красную черту, когда ему все равно, или все-таки это неприятно для солидного политика? Уверен, что это крайне неприятно. Уверен. И более того, постоянная демонстрация МИДа нашего и посла Антонова в Вашингтоне, и риторика наших властей, что мы хотим сотрудничать с Соединенными Штатами, что есть глобальная повестка, что нельзя изолироваться, надо работать вместе. И прошедший на днях экологический саммит, в котором принял участие и Байден, и Путин, все это свидетельствует о том, что Кремль очень нуждается в нормальных отношениях, по крайней мере, не в военных отношениях. И полагаю, Байден не называл его убийцей, будем строгие, он сказал «да» на вопрос. Это все-таки немножко нюансировка, но это не одно и то же. И в этом смысле полагаю, что его это очень задело, и он не хотел бы, чтобы отношения были в такой тональности. И ответ его был, помните, очень мягкий, он же сказал, что кто-то обзывается, сам так называется. Это не был ответ кость в кость, это был перевод в шутку, это было снижение пафоса. То есть это показало, что он не хочет вот в этой тональности взаимодействовать. Мы с вами продолжим эту тему в другом сюжете. А сейчас наша новостная лента. Катастрофическая ситуация с пандемией в Индии, российско-белорусские отношения, приезд Александра Лукашенко в Сочи и неудача с созданием футбольной суперлиги в Европе. Наша информационная лента. Оппозиционер Алексей Навальный закончил голодовку. Он держал ее с конца марта в колонии во Владимире. В Твиттере политик написал, что такое решение связано с его медицинскими анализами и рекомендациями врачей. Он также добавил, цитирую, «Мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку». Министерство юстиции России внесло издание «Медуза» в реестр СМИ иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства. Издание зарегистрировано в Латвии. Правительство этой страны 31 марта заблокировало русскоязычный портал РТ, а также вещание одноименного телеканала и других холдингов информационного агентства «Россия сегодня». «Медуза» с решением российского Минюста не согласна и планируют оспаривать его в суде. Европейская футбольная суперлига может не состояться. 19 апреля организаторы объявили о создании проекта, а уже через два дня – о его приостановке. Соревнование должно было заменить для топовых клубов футбольную лигу чемпионов. Предполагалось, что самые популярные команды Европы будут играть друг с другом чаще, и это позволит им зарабатывать больше денег. Но проект вызвал критику Союза Европейских футбольных ассоциаций, после чего английские команды отказались участвовать в нем. Вице-президент суперлиги признал, что без них проект не состоится. Индия установила мировой антирекорд по числу заразившихся ковидом-19. За сутки там выявили 316 тысяч инфицированных, сообщил местный Минздрав. Большинство больниц на севере и западе Индии, в том числе в столице Нью-Дели, переполнены. В них заканчивается кислород. Ранее в стране прошли массовые митинги перед выборами и крупный фестиваль Кумбхамела. Помимо этого, в Индии открыты рынки и торговые центры. Россия до конца мая должна сократить штат своих дипломатов в Чехии. Страну покинут 62 сотрудника российской дипмиссии. Об этом заявил глава чешского МИДа Якуб Кулганик. Ранее Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. Они, как утверждают чешские власти, имели отношение к российским спецслужбам и были причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Россия выслала из страны 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве. После визита посла Чехии в российский МИД страны договорились соблюдать строгий паритет. В их посольствах будут работать по 7 дипломатов и 25 технических сотрудников. Владимир Путин в среду 21 апреля выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент сказал, что приоритетными задачами правительства должны быть забота о молодежи и помощь семьям с детьми. Все родители школьников получат по 10 тысяч рублей на ребенка. По 6,5 тысяч в месяц также получат беременные, которые находятся в трудном материальном положении. Кроме того, Путин обещал построить 1300 новых школ, добавить 45 тысяч бюджетных мест в вузах, а также квотировать вредные выбросы, штрафовать за экологический вред и за три года достроить трассу Москва, Нижний Новгород и Екатеринбург. Во внешней политике, по словам президента, Россия будет отстаивать свои интересы и на провокации будет отвечать быстро и жестко. Кроме того, Путин подчеркнул, что Запад даже не заметил попытку покушения на Александра Лукашенко. А эта цитата уже слишком. В Москве прошли четырехчасовые переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Кремль заявил, что они обсуждали экономику, в частности сферу энергетики, медицину и взаимодействие в высокотехнологичных областях. Белорусский лидер, в свою очередь, уточнил, что Москва и Минск согласовали 26 интеграционных карт. Остались, цитата, две-три очень серьезные программы экономического характера. Мы посмотрели с вами новости. Покушение на белорусского президента, точнее говоря, на Александра Лукашенко. Мы не называем его белорусским президентом, потому что чем закончились выборы прошлого года, неизвестно. Ваша версия, что это произошло? Я сам не знаком с этими двумя, как сейчас выражаются, фигурантами, но я спросил людей, которые их хорошо, близко знают. Эти люди никакого отношения не имеют к военным переворотам, захвату власти. Это люди, которые, да, ненавидят Лукашенко, и в их отношении была проведена спецоперация спецслужб, скорее всего, российских. Им подставили каких-то якобы генералов. Эти какие-то якобы генералы нагородили стрекороба обещаний, изобразили из себя реальную силу, которая способна свергнуть ненавистный режим. И эти два наивных чудака, назовем их так, пошли на поводу этой провокации. То есть это совершенно точно не террористы и не те люди, которые собирались захватывать власть. Это жертвы провокаций спецслужб. Смысл этой провокации заключается в том, чтобы найти дополнительный рычаг давления на Александра Лукашенко. Одним из потенциальных жертв в этой истории мог быть политолог, эксперт по Белоруссии Дмитрий Белкунец. Он за неделю до этих событий, может быть, чуть раньше, эмигрировал в Европу. И давайте послушаем его версию, что все-таки произошло несколько дней назад, когда были арестованы эти два человека, которых подозревают в организации покушения на Александра Лукашенко. Чистая операция КГБ развели этих участников процесса. Они, КГБ, активность в этом сами признались. Они с декабря эту операцию вели. Только вот много несостыковок возникает. И в плане того, что это Байден готовил, но Байден в декабре не было никаким президентом. Там Трамп был. То есть уже несостыковка. Зачем это нужно? Для российской стороны это нужно для, как я отметил, попытки Кремля таким образом, можно сказать, щелкнуть по носу в адрес США и Байдена. Потому что мы помним, о чем Байден говорил в адрес Путина в марте. И Путин сейчас ему, или Россия так ему сейчас отвечает, что они хотели Лукашенко убить. Вторая задача это продемонстрировать, что Беларусь это зона российских интересов. И Россия, кто бы там ни был руководителем, будет эту зону защищать. Это четко было продемонстрировано. Плюс это еще и информационный шум, который сейчас возник для внутреннего электората в том числе. А для Лукашенко, зачем это нужно, была вся придуманная операция. Лукашенко хочет себя выставить жертвой всемирного заговора, что это все внешние кукловоды. Запад кукловодит, пытается его свергнуть. Вот это главная задача, которую он ставил, или спецслужбы в Беларуси ставили. Дискредитация оппозиции. Это попытка продемонстрировать, что оппозиция пытается к радикальным действиям перейти, посеять вражду в оппозиционном лагере, выловить всех нелояльных к Лукашенко оппозиционеров, дискредитировать в том числе западное направление. И вот эти все цели, они в той или иной степени достигаются в таком случае, если вот эта операция действительно, можно считать ее для белорусских спецслужб, достаточно удачной операцией по тому, как они ее провели. А на самом деле, я думаю, что большинство здравых людей прекрасно понимает, что это все колхозная постановка, которая не вызвала никакого интереса в мире. Хочу заметить, что эту новость белорусские СМИ выпустили под номером 3 в новостном сюжете в своих новостях, а потом они даже на какое-то время про нее забыли, сейчас снова начали торпедировать и раскручивать. Если бы это было действительно так, то эта новость крутилась бы целую неделю по всем мировым СМИ, если бы это была реальная ситуация. Это глупая колхозная постановка. То, что мы посмотрели этот сюжет, и возникает одна из версий, что эта история с так называемым покушением нужна была Крымлю для того, чтобы поднять рейтинг накануне выбора в Государственную Думу. С другой стороны, это ответ Джо Байдену, который называл его убийцей. А то, что в этой истории минские и московские власти считают след ведет на Запад именно в Америку, это вот такой лаверды со стороны Путина, который тем самым дает понять, что убийцы не здесь, а за океаном. Как вы относитесь к этой версии? К выборам в Государственную Думу это не имеет ни малейшего отношения. Наши граждане, наши избиратели посматривают, конечно, на то, что происходит в Минске, но это не играет никакой роли в их эмоциях и в их предпочтениях. Что касается версии ответки, как сейчас выражается Байден, ну да, это интересное объяснение, помимо того, о чем сказал я, как дополнительный рычаг давления на Лукашенко, это вполне правдоподобное объяснение того, что произошло. Некоторые эксперты рассматривают историю взаимоотношений Минска и Москвы, и как вы уже сказали, что Путин хотел бы сменить власть Беларуси и подтянуть. Беларуси это так называемая операция Крым-2, некоторые так это называют. Насколько вероятно такой сценарий, чтобы Беларусь могла подыграть Путину для поднятия рейтинга? Полагаю, что вероятность поглощения России Беларуси или вхождения Беларуси так или иначе в состав России не выше 5% из 100. То есть эта вероятность крайне низка. И прежде всего это объясняется тем, что сам Лукашенко строит свою легитимность именно на защите суверенитета. Все эти 20 с лишним лет, что он находится, уже 27 лет, что он находится у власти, он себя позиционирует как главный защитник белорусского суверенитета. И сдача этого суверенитета означает немедленную потерю власти. И во-вторых, там уже сменилось поколение, вот по сравнению с тем, то есть ушло уже одно поколение советских людей и народилось и выросло поколение постсоветских людей, которые всю сознательную жизнь живут уже в независимой Беларуси. И опросы, о которых я знаю, говорят о том, что 70-80% белорусов твердо отстаивают позицию сохранения суверенитета. Поэтому это кардинально иная ситуация, чем в Крыму, где действительно, если убрать в сторону вопрос чистоте референдума, действительно большинство выступало за вхождение в состав России, потому что Украина бедная страна и жилось им неважно при Украине. В Беларуси они тоже живут неважно, но национальное самосоздание необычайно высоко. И в этом смысле это невозможно, с моей точки зрения, сценарий. А многие эксперты, с кем я беседовал, говорили, что маловероятно, что Путин будет вновь, в кавычках, поджигать Донбасс. Это не принесет ему дивиденды. Как вы считаете? Согласен. Согласен. Я думаю, что для него важно обозначить красную линию, связанную со вступлением Украины в НАТО. Для него важно показать, что Россия располагает силовым ресурсом, с ней надо считаться и с ней надо говорить. И пока нет никаких изменений в позиции Киева по отношению автономии, конституции, выборов, минского процесса, заморозить этот конфликт по модели Приднестровья и держать его сколь угодно долго, но не эскалировать. Потому что эскалация в условиях конфронтации с Западом и в условиях стагнации, депрессии в экономике, она очень, эскалация, это очень дорогостоящая вещь для экономики и для бюджета. Какие козыри остались у Владимира Путина, чтобы вернуть любовь избирателям? Я полагаю, что эти козыри выражаются в цифре 13,4 триллиона рублей, которые составляют свободные резервы правительства Центрального банка и Фонда национального благосостояния. Это гигантские деньги, которые могут быть направлены на различного рода социальные выплаты, программы. Часть из них была объявлена в недавнем послании президента. И надо понимать наше общество. Мы очень часто неправильно трактуем его ожидания. Наше общество в подавляющем большинстве не ждет свободы и демократии. Наше общество в подавляющем большинстве ждет опеки со стороны государства и роста потребительских расходов, роста уровня жизни. И если раздача части этих 13,4 триллиона рублей населению будет осуществлена, то это будет в полной мере отвечать чаяниям подавляющего большинства людей. И это поднимет рейтинги Единой России, поднимет рейтинги Путина, поднимет рейтинги правительства и поможет беспроблемно держать нужную победу на домских выборах в сентябре. Россия много лет живет в режиме философии осажденной крепости. Это постоянная борьба с Западом, с мифическим противником, с врагом и так далее. На ваш взгляд, вот последняя история с Чехией, где были высланы дипломаты, в ответ были высланы чешские дипломаты. И теперь мы все в ожидании того, что несколько десятков дипломатов и сотрудников посольства из Праги покинут Чехию. Вот эта война с коллективным Западом и конкретно с Чехией, она укрепляет рейтинг Путина как защитника, скажем, в кавычках, отечества? Или это та невольная история, в которую его вовлекли? Здесь надо разделить вопрос существа и вопрос восприятия общества. По существу это очень вредная для интересов России история. Потому что Чехия относилась к числу стран симпатизантов Путина и симпатизантов российской власти. И то, что сейчас происходит, означает полную потерю одного из симпатизантов в Европейском Союзе. То есть смена градуса с минуса на плюс. Нечто подобное сейчас может произойти с Болгарией, где сейчас идет расследование по серии странных взрывов. И уже что-то пишут, что там тоже были офицеры ГРУ. А Болгария это тоже страна симпатизантов. То есть для России, если мы говорим не о Путине, не о Кремле, а о нашей стране, это потеря двух дружеских государств в Европейском Союзе. Это огромная потеря, это очень плохая новость. Что касается восприятия российским общественным мнением, мало что поменяется. Пропаганда встроит вот эту чешскую историю и вот эту возможную болгарскую историю в общий дискурс, в общий контекст. Что вот Россия огульно обвиняется, черти в чем. И обвиняется не по той причине, что чего-то там наделала, а потому что ее просто ненавидят. Коллективный Запад вставляет палки в колеса, гадит где только может. Поэтому это кардинально не изменит восприятие, формируемое пропагандой, а просто отчасти его укрепит. Но кремлевская элита железобетонная, вот это вот разлад с Западом, все-таки там есть члены семьи, миллиардеров, чиновников, жены, любовницы, мамы, папы, дети там учатся. Это может внести какой-то раскол или те, кто окружает Путина... К огромному сожалению, раскол элит в век интернета, распознавание лиц, тотальной прослушки, контроля квартир, передвижений, встреч невозможно. Это авторитаризм в век интернета. И авторитаризм в век интернета гораздо страшнее и жестче, чем авторитаризм кнопочных телефонов Леонида Ильича Брежнева. И на самом деле мы сейчас видим, как реализуется антиутопия Оруэлла, 1984 год, где гражданин Ангсоца смотрел выступление великого вождя по телевизору, а телевизор смотрел круглосуточно за гражданином. Поэтому надо различать, что думает элита и что она будет делать. Полагаю, что очень многие, а может быть даже большинство в высшей элите понимают, насколько опасен этот курс, насколько он деструктивен, насколько он ставит крест на перспективах страны и их личной, и их семей. Но делать они ничего не будут, потому что любой, кто публично заявит несогласие и любой, который обсудит с другим несогласие, будет подвергнут репрессии. И страх перед репрессией их будет останавливать. Одни эксперты считают, что основные решения в стране принимают силовики, а гражданские меньше влияют на эту ситуацию. Вы тоже считаете, что власть сегодня принадлежит Путину и его ближайшему окружению из членов Совета Безопасности? Я абсолютно уверен, что у нас произошло окончательное разделение властей на военные и гражданские, как это было при царях, когда был военный генерал-губернатор губернии, который все решал. И был гражданский губернатор, который занимался лавочками, парками и коммуналкой. Ровно такая же ситуация сейчас. Вся власть в стране принадлежит силовикам. Путин – это глава силовой корпорации. И ключевые фигуры – это Владимир Путин, глава Совета Безопасности Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников. Вот эти три человека являются сегодня постоянными членами политбюро с правом решающего голоса. Как удалось Путину отобрать людей во власть? 450 депутатов, которые ни слова против него не говорят, 160 сенаторов. Молчат все министры, молчат все крупные общественные деятели. Путин – гениальный селекционер. Франциско Франко не был спинозой. Кстати, Салазар был профессором экономики и был неглупый человек. И бразильские генералы, фамилии которых мы сейчас не вспомним, были небольшого умолюди. И Аугуста Пиночет не был Аристотелем и Платоном. Если в стране отсутствует гражданское общество, способное оказать сопротивление, если большинство наций пассивно, аполитично и говорит, мы люди маленькие, от нас ничего не зависит, мы политикой не интересуемся, если элиты коррумпированы и если их можно запугать, а Владимир Путин использовал именно механизм насилия для того, чтобы установить контроль. Вспомните, с чего началось его президентство, с ареста Гусинского. И уголовные дела против олигархов, оппозиций, губернаторов остаются основным инструментом управления. Поэтому, если народ аполитичен и пассивен в огромной своей массе, и если элиты можно репрессировать с помощью силовых структур, то не составляет труда для талантливого человека, для бесталантного человека, для среднего человека, для выдающегося человека, для вас, для меня. Если мы ставим перед собой цель создать авторитарный режим в таких социальных условиях, это не требует гениальности и это не составит большого труда. Если из-под Путина выдернуть президентский стул и оставить его одного, без силовиков, без той судебной системы, которая штампует многие неподсудные дела, он останется крупным, сильным игроком, за которым пойдут люди? Или он уйдет на свалку истории? Я полагаю, что у нас поддерживают не личность, а у нас поддерживают институт власти. Как его ни назови, царь, генсейк, президент. В нашей политической культуре очень сильна традиция верить в правителя. Верить не в закон, не в институты, тем более не в какое-то дурацкое разделение в растей, тем более не в какой-то идиотский федерализм и местное самоправление. Это все недоступно для нашей массовой политической культуры. Россия привыкла иметь правителя. И если сменится фамилия правителя, то будет лояльность новому правителю, а прежний правитель, может быть, сохранит какое-то влияние, может быть, будет где-то там на виду, может быть, будет выступать. Но, конечно, у него не будет такой массовой поддержки. Это поддержка правителя, а не личности. Ну хорошо, вот мы видим на примере Алексея Навального, человека, у которого нет вообще никакой власти. Он яркий политик и за ним идут люди. Мы помним прекрасно Бориса Немцова, вашего коллегу, товарища в какой-то степени. Он тоже был человеком, за которым шли люди. Ну и вы, как политик, у вас тоже есть сторонники. У Путина может быть такое или он будет неинтересен, когда потеряет власть? Во-первых, будем реалистами и не будем преувеличивать уровень поддержки Бориса Немцова, Алексея Навального и тем более мою. Речь идет о нескольких процентах. При этом замечу вам, что по данным Левада Центра, с января, с того момента, как Алексей Навальный вернулся в Россию, антиориентик его вырос с 50% до 56%. То есть для более чем половины россиян он антипатичная фигура. Поэтому мы можем говорить о незначительном меньшинстве, которое идет за демократическими оппозиционными политиками. Что касается Владимира Путина, повторюсь, безусловно, у него сохранится какой-то уровень симпатии и какой-то уровень поддержки, но не харизматичный. И вся вот эта лояльность перейдет на нового главу режима, кто бы он ни был. На кону выборы в Государственную Думу, они пройдут осенью. Вы остаетесь с политиком и будете ли баллотироваться в Госдуму, или вы для себя это решение не приняли? Я принял решение участвовать. Я планирую идти в Госдуму вместе с партией Яблоко и по списку Яблока. Я планирую выдвигаться на довыборы по 37-му одномандатному округу в Мосгордуму. Но события, которые произошли со мной последние два дня, могут быть сигналом о том, что кем-то принято решение не допустить мое участие в выборах. То есть это напоминает то, что было сделано с Юлией Галяминой и рядом других политиков. Поэтому я хочу, но я не уверен, что у меня будет такая возможность. В начале нулевых вы были депутатом Госдумы, возглавляли фракцию и были очень известным политиком. И на информационном поле вас было можно увидеть очень часто. Почему, на ваш взгляд, Путин не может допустить таких, как вы, еще нескольких внесистемных политиков, которые бы разбавили бы эту серую, прости меня, господи, массу, которая есть в Государственной Думе? Я думаю, что в пустой комнате одинокий горлос звучит громче. То есть если бы парламент был многоголосым, если бы там была действительно... А он был таким? Был, конечно. Если бы там была разноголосица и реальные дебаты, то наличие меня или Дмитрия Гудкова не сделало бы никакой погоды. Наш бы голос звучал, но наряду с многими другими. А нынешняя Дума – это пустая комната. Гулкая пустая комната. И представьте, в этой гулкой пустой комнате, в этом огромном зале появляется один или два крикуна, или не крикуна типа меня, которые очень спокойно начинают что-то говорить. И это будет звучать очень громко в пустой комнате. Именно потому, что в пустой комнате даже одинокий голос звучит очень громко, они не могут допустить, чтобы этот одинокий голос проник в пустую комнату. Чудовищный рейтинг у «Единой России». Но у Путина стоит задача взять контрольный пакет в охотном ряду. Более 300 голосов. Получится у него? И что он готов сделать, чтобы добиться своей цели? Полагаю, что Путин без труда сформирует конституционное большинство в Государственной Думе. Для этого, во-первых, будет поднят рейтинг «Единой России» за счет тех социальных выплат, которые были обещаны в послании. Это поднимет рейтинг правящей партии. Во-вторых, за счет недопуска к выборам целой плеяды оппозиционных политиков. В-третьих, за счет тотального доминирования в одномандатных округах. Если «Единая Россия» получит 30-40% и получит 200 одномандатных округов из 225, а я напоминаю, что 5 лет назад она получила 203 округа одномандатных, то этого будет достаточно, чтобы получить 300 мандатов. Плюс где-то еще вбросят и фальсифицируют, чтобы окончательно гарантировать результат. Поэтому я полагаю, что в условиях такого жесткого авторитаризма, который у нас сложился, и полного управления избирательными комиссиями, судами и процессом выборов, Кремль с легкостью решит эту задачу. Ожидаете ли вы всплеск протестных настроений осени? Есть ли будут массовые вбросы, как вы их упомянули сейчас? Я думаю, будут протесты, но протесты будут, скорее всего, на уровне того, что мы видим сейчас. А этот уровень для Кремля не опасен. Означает ли, что можно теперь списать команду Алексея Навального и самого Навального вместе с умным голосованием, и их влияние на этот процесс будет или минимальным, или никаким? Это интересный вопрос, потому что если его структуры признают экстремистскими, а вряд ли мы сомневаемся, что признают, что будет означать, если, допустим, гипотетически умное голосование призовет голосовать за Шлозберга? Тут надо с юристами говорить, означает ли это, что Шлозберг может быть привлечен к ответственности? Я не знаю, потому что, допустим, он даже не попросил об этой поддержке, а где-то опубликовано, что умное голосование за Шлозберга. Означает ли он, что он сотрудничает с экстремистской организацией? Я, правда, не знаю, какие будут последствия, но первая часть вашего вопроса, спишут ли они в утиль команду Навального? Нет, не спишут, потому что это же люди, и эти люди будут продолжать высказываться, эти люди будут продолжать действовать, эти люди будут продолжать выходить на улицы и пополнять ряды политзаключенных. Поэтому я предсказываю, предполагаю, что нас ждет волна массовых репрессий. Именно массовых репрессий, когда я говорю о массовых репрессиях, я говорю о тысячах людей. Сейчас мы имеем порядка 400-500 политзаключенных по базе мемориала. Полагаю, что через год мы можем иметь цифры 5-6 тысяч политзаключенных на страну. Это означает, что Путин навсегда? Опять-таки, я бы не сводил все к Путину. Путин смертен, как и любой из нас, и он не молод. Но есть Путин, а есть политический режим, который им выстроен. И мы видим, как длительно могут существовать политические режимы семьи Кимов, например, в Северной Корее. Или как долго контролирует Кубу семья Кастро. Или мы видим, как передается власть в Азербайджане, в семье Алиевых. Надо говорить о правящей группе, во главе которой стоит Путин. И очевидно, что они будут стремиться, при любом развитии событий, они будут стремиться сохранять контроль над страной, кто бы не был во главе этого режима. И очевидно, что судьба этого режима и системы будет зависеть не от них, а от общества. Найдутся ли в обществе силы и достаточные силы для того, чтобы изменить ситуацию. Пока мы видим, что больше 80% аполитичны, пассивны, не верят ни в какие изменения. А вот это пассивное, аполитичное, подавляющее большинство и являются главной опорой этого режима. Мы начали нашу программу, обмениваясь оценками событий 22 апреля, когда тысячи и тысячи людей вышли на улицы Москвы. Там была такая картинка, что люди шли по тротуару, по пешеходным переходам, а в то же время людей поддерживали люди, которые проезжали на машинах. Это было ощущение, когда сборная Россия выиграла сборную Испанию по пенальти в 2018 году, и масса машин сигнали на улицах. Вот это единение я лично заметил на улицах Москвы. И в это же время полицейские стали задерживать машины, которые сигналят и поддерживают активистов, и штрафуют их на 500 рублей. И я бы хотел завершить нашу программу этим коротким эпизодом, видео дня, как одна женщина оказалась в руках полицейского, который ей выписал штраф. И на этом я заканчиваю нашу программу. Владимир Рыжков, историк и политик, был гостем у нас в студии Московского бюро радио «Свобода». Владимир, вам большое спасибо. Вам огромное спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Ирина, ну и что, настроение совсем плохое или нормалек? Нормалек. Нормально. Спасибо вам за поддержку. Всего вам хорошего. Да, вам спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok